Хороший графинчик, кобальтовый, старенький достаточно, да, я вам сейчас покажу ее фотографию, она светится, у нас по-моему есть с собой фонарик, мы сейчас протестируем, хорошая, да, ей чайный пар, мне тоже понравится, хорошая. Долго старенький, без подбора, круглая, 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 чуть больше, чем полтора метра в диаметре, по пятнам я не увидела, есть такие незначительные, это хлопок, хлопок, вот видишь, такой еле-еле видно, вот желтенькое, вот такого плана, но она чисто белая, поэтому ее вывести будет несложно. Красивое, крупное решелье такое, и по центру тоже крупная, вот эта вот вставка, покажи вставку по центру, вот так вот, да, класс. Ценник мы сказали, да? 500 гривен. Тоже круглая, тут более нежное такое кружево, и как клюшечное кружево, похоже. Да, это как клюшечное кружево. Вот, и тоже она где-то, тоже где-то полтора метра в кружево, ну, потери. 500? Да, такая тоже. 500. Считая крестиком, какая она красавица. Да, такая мелкая работа, сейчас я чуть подальше покажу. Да, крестиком вышитая. Ну, очень красиво, нежно. Сколько это? Такая тысяча. Тысячу? Да. Тысячу еще платочки принесли. Такой шелковый японский платочек с сакурой. Это шелковый или нет? Да, это шелковый. Ценники нам сразу говорили. 300 гривен. Вот такой мы не так давно показывали. Это остров Телоренто, стопроцентный шелк. 800 гривен. Макс Мара. Шелк. 800 гривен. Вот такой шелк. Шелковый платок. У меня 400 гривен. Красивый прям такой. Шелк. Ну, этот ноунейм, но он шелковый платок, тоже отдел коров. А нет, ноунейм. А, ноунейм, итальянский платок. Как правильно вас расположили. Да, как корабли. Корабль-шелк итальянский, да. 400 гривен. Танк подрига лошадей. Вот такой платочек. На нем вот здесь вот есть пятнышко желтенькое. Полосочки вот две. Да, но это крестьянский платок. Куда вошел? Кто будет проводить полосочки там? Работайки. Сколько? 800 гривен. Ашукум там ему там натирают. И вот этот вот, мы его тоже не так давно показывали. Он большой, громадный поток. Такой стиль астеков или чего-то. Да. Вот я не могу рассмотреть, да, вот что там. Это ты изнанку показывала. А, точно, какие-то майя, по-моему. Да, жалю, какие-то астеки, что-то даже майя. У него есть название у этого платка. Если девочки его загуглят. Большой такой. Даже как скатерть, как панно. Оригинальный платок такой, это Hermes. Ну, это не Hermes, конечно. Реплика под Hermes. Да, но он сделан по Франции. Он шелковый. Они есть такие в синем исполнении и в оранжевом. Ну, так сказать, классическом Hermes в конце эти есть. Такой платок стоит тысячу гривен. Тысяча гривен. Небольшая. Небольшая чайная скатерочка. Или же ее как на середину стола. Она такое, как пряжиное молоко. Да. Топленое молоко пряжиное, Господи. Ай, сколько оно? 400 гривен. Очень красиво. Сейчас такой платок. Единотажный, но в очень хорошем состоянии. Разверни ее. Да, я сейчас пытаюсь сойти. На фигуре она видела на нем. Красиво, приятный такой, как сандаловый цвет. Да, папа держи его. Ну, ну, разверните. Платок не надо подходит. Это Либерти в Лондон, это дорогой платок. Ну, так скажи, у нас тоже есть дорогие покупатели. Дорогие покупатели. Дорогие покупатели. Дорогой платок. Либерти в Лондон, это, скажи мне, это английская такая очень дорогая фирма. Платки эти. Бренд. Бренд такой английский. Вот. В районе двух тысяч гривен. Это так, чтобы... Для своих. Если высчитать все проценты. Вот такой шарф. Шелковый. Красивый. Ну, он не пам-барха, конечно. Не пам-барха. Нет, это аж крип-крип-крип-крип-крип. Да, это было бы неплохо, она одомашковая. Да, да, да. Ну, нигде ничего, но шарфик такой 200-летний. Красивый. Красивый. Нежный-нежный такой. Прям для баллов. Для какого-то. Ну, церковь, надо бы набрасывать. Ну, яркий платок такой. А, это виши-платок шелковый. Он новенький. Виши-стык. Да, виши. Сколько он? А конца это 400 гривен. Красивый. Яркий такой. Да, яркий такой. И он новенький. Видно еще. Они носили и не стирали ни разу. Потому что он винтажный, но... Поясок вот с такими лошадьми. Да, вот такая пряжка. Женский ремешок кожаный. От скифов. Из арматов. Может, да, может и такое бы. Ну, что-то мне такую стилистику напомнило. Вот такой ремешок. Такой стоит 500 гривен. Вот такой итальянский ремешок. Вот с такой пряжкой под серебро. Она сделана. Это... Слайнед Белл. Это планета поясов или планета ремешок. Нет, там вставки или не камешки? Вот эти. Вот эти. А это вот уже... Это из металла отлиты. Как будто бы... Да, очень. А это итальянский ремень. И пряжка итальянская. Сколько? Да. Ой, 1000 гривен такой. И вот такой пояс женский. Я знаю, что у вас на канале есть девочки-любители Томми Хилфигера. Это Томми Хилфигер. Пояс женский. Сделан он тоже в Италии. Чистая кожа. Это тяжело очень. Очень хорошего. Ставим тоже 1000 гривен. Угу. 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 Так. Вот такие перчатки. Девочки взяла показать? Красота. Ну, не знаю. Да. Перчатки новенькие. Кожа? Да. Чистая кожа. Это кожа ягненка. Мне напомнила. Москва слезам не верит. Красные перчатки. У нее красные беретки. Красная сумочка. И красные перчатки на ней были. Когда они встречались. И серый костюм. Очень красиво прям. Ну вот серая я не помню. А то что вот она была в красном берете с красной сумочкой. И размер как бы тут не маленький. Вот вот Элька. Это по-моему Швеция. Шведская. Да. Сколько стоит? 800 гривен перчатки стоят. Я посмотрела. 1000 шведских крон. Они стоят такие перчатки. 1000 шведских крон. Это 100 евро. Очень красиво. Такое перфорированное. Состоянное. Ну они новые. Они новые. Да. Красивые. Да. Красивые. Да. Красивые. Это английская паунтинка. Такой фермуар тяжеленький. Сколько стоит? 350 гривен. 350 гривен. Вот такая. Вот такая. Такая у нас линтажная сумочка. Кожаная. Угу. Внутри в очень хорошем состоянии кармашка. Аккуратненько. Да. Аккуратненько. Да. Сколько стоит? 1200 гривен. Угу. 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 60- 30-60. Да. 50-60. Она такая. Ну очень большая. На полторы тысячи. Такой картинка. А в Болгарте где эта защита? Где она была в Болгарте? Болгарта свою не была. Такая большая кожаная сумка у нас. Астралинская фирма. Очень добротная большая сумка. Угу. 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 она в очень хорошем состоянии без затертостей называется она у нас country road ну проселочная дорога для сельской местности сумка большая тяжелая кожа озернистая такая сколько сколько 2000 гривен 2000 гривен вот такая винтажная кожаная сумка это немцы немцы по моему такая небольшая сумочка на плечо она кожаная из очень хорошей приятной кожи написано конечно на ней гуччи и сделана она в италии это реплика да ну сумочка хорошего качества тут внутри все гуччи сколько она сумочка 1000 гривен небольшая она небольшая это сейчас вот то что я не говорю то что на плечо его подмышкой держишь с таким аккуратненько кошелечек куда положить телефон ну может еще какая маленькая сумочка хорошим майкл корс тоже кожа на все кожа майкл курс это натуральный майкл курс 1200 гривен удобнее такая сумка и птиц и они очень часто попадаются но у нее в основном сумки идут из клеенки очень большая редкость чтобы птица была кожа на этом боже красная тоже достаточно состояние она 1200 гривен может она хотела браслет кстати она прощупала браслет скорее всего и карманы браслеты вот такая вот хитом на сирене вот такая баклажанчик тоже цвет кожаная сумочка она на такое душу на плечо нужно повесить хоппер но это немцы наверно и она тоже в очень хорошем состоянии то еще не даже затертости нет кожа сто процентов к 1000 знаменитый дед бейкер английская кожаная сумка здрасте у него тоже как бы основная масса сумок идет либо пластик сделан прозрачный вот они два винил вернее даже это чисто кожаная такая сумочка она как новенькая тоже в очень хорошем состоянии до это не можно заказать или через меня или приходите к ире сколько тысяч тысяч перец дать надо похоже такая вот кофе с молоком вот так вот дать первая сумочка тоже состояние фирма работает в 1898 года к 1200 верно себя прикинет чтобы люди понимали как она выглядит такая сумка тоже чуть-чуть подлиннее делается ручку чтобы на плечо и закидывать она вот так разворачивается вот такая она здесь большой мешок торбочек она просто так опрокидывается торбочка закрывается здесь тоже самое и посередине у нас открывается это линейка спортивная армане как импорию армане сумка стоит 2000 кожа тоже мягкая пыльная роза цвет и вот такая у нас красотка большая сумочка она тоже украшения подготовилась молодец да такая сумка очень хорошим с вами таральт лоран это вытаскиваете ну да это жетончик какой-то фирменный жетончик аэраль флорайн и лоран как правильно это оригинальная сумка стоит она две с половиной тысячи и тоже на себя примет ну на себя вот тоже так да она без венок тихо винтажные клипсы это металл позолота вроде да 350 гривен девочки кто носит девочки кто увлекается винтажной бижутерии единственное ее подклеить надо я ее и про нее честно говоря забыла тут эта штучка отошла да это эмаль пластина с эмалью это кулон смотри ну похоже такое это мика микаэла фрей мне когда-то был такой кулон я его продала в общем тут надо просто посадить эту вставочку просто она создана на саму вставочку в очень хорошем состоянии не затерты нигде я сама раздела я дам бы мне посадят на хороший клей он стоит полторы тысячи гривен девочки кто вот опять же бижутерии это кольцо для платков кольцо и троп оригинальное кольцо для платков петро сколько стоит две тысячи гривен девочки попалась вот такое вот нам и попалась она нам в качестве пуговиц но это далеко не пуговицы девочки 875 проба хорошие винтари это были сережки были сережки действительно браслет колье да все что угодно вот тут вот видишь что что-то было нам попалась она в качестве есть можно будет выкупить вот так а можно будет заказать и мы сделаем кулончик и можно будет сделать браслет пробы на каждой стене мы потом озвучим если кого-то интересует спрашивайте я уточню ну все здесь такое что вот такое колечко попалось серебряное с позолотой да но безразмерное вставка сердолик кофейная чашка собрать кузнецовскую посуду она миниатюрная ручная роспись чашечка целая вижу есть потертости по позолоте клейма легкая-легкая чашечка без трещин на блюдце есть вот такой смольчик иди покажи замок ты принял ир три тысячи или три с половиной три с половиной тысячи три с половиной тысячи посмотри что это стаканчики чайные пары тут миллилитров наверное 250-300 или сколько мы же верили 200 миллилитров 200 ты точно замеряла? да мы же попросила я замерила таки же продаются по-моему восемь восемь чашек восемь блюдец да и две чашки есть отдельно и четыре чашки а четыре чашки да но там они чашки на одной есть трещинка два блюдца с дефектами а три чашки целые и вот такая вот еще два стаканчика это чехословакия это чехия да они вот с травлением на ручной но на одном есть сколочек 100 миллиметров ну наверное 100 граммовый стаканчик сколько они второй цель второй целенький вот этот 500 гривен этот гривен 200 вот такая красота точно мы не знаем кто производитель возможно гардер кто собирает посуду в сирене вот такой шикарный букет сирень и роза монолитный соусник с одной и с другой стороны деколь шикарная дюрина дюрина небольшая она вам кажется большой в экране на самом деле она небольшая потёртости по золоте есть и рисунок тоже и с одной и с другой стороны такой чтобы на плечо поросить его надо тут можно будет выкупить 1 и 4 вот такие вот тарелки по 1000 гривен и тарелки полторы тысячи соусник и дюрина две с половиной тысячи тарелочки в шикарном это не так нету авиакурия все отлично подвижащие 10-12 год ни гирана не будет вот это не кожа ни способ слушай слушай я тебе просто показываю вот здесь вот это самое мы забрали под сумочку вот такую вот цепочечку вы заказывали а нет у него это моё сейчас поклассаемся вот такой вот подносик старенький фарформа ну керамика вставка и она вот есть конечно деколька да ну целое все хорошее да очень хорошее это полторы тысячи вот такая солоночка по-моему это фраже в Польше ну больше 100% старенько сколько солонок 300 гривен 300 гривен нет это латун с посеребрением 300 гривен солоночка и вот такой малышник с сахарницей тоже кто не зна кто не зна ну старенький тоже латун это набор специально 2 единицы 5. мая 6.00 гривен на такой вот набор молочных для отварной 100 гривен нахо 1.5 мая ни deka 1.5 мая нахо мая мая а его